В эфире телеканала Кубань 24 новости культуры. С вами Екатерина Славянская. Испытания, невзгоды, проверка силы характера и как награда великая любовь. В Краснодаре Санкт-Петербургский театр рок-опера представил публике мюзикл «Леди Гамильтон». Это история жизни выдающейся женщины, судьба которой была наполнена событиями, как приятными, так и горькими. На сцене было минимум декораций, создавать атмосферу, помогали мультимедийные проекции и передвижные зеркала. Автором музыки стала уже известная, благодаря постановке мастера Маргарита Ирина Долгова, она сумела сделать разноплановый материал, соединить в одном полотне классические джазовые композиции. Искали разные тональности и в итоге нашли с композитором оптимальное. Ее это устроило. Она сначала про ростик нет, 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 давай-ка вот ниже. Потом давай-ка выше. Потом мы нашли третий вариант между. Боже мой, правда лучше звучит. И все. Я покорил. Приятно. Убедил композитора Ирину Долгову. Не столько сложно входить в образ, сколько сложно играть. Потому что я практически все время на сцене, я все время меняю костюмы. Я могу отдохнуть только в антракте. Вот это сложно. Но, вы знаете, отдача от зрителя в конце, после финала, она стоит этих сил, этих страданий, если можно так сказать. Я не сопоставляю себя с ней, хотя моя судьба чем-то напоминает мою героиню. Но будем надеяться, что не до конца. Закрывают юбилейный 85-й сезон. В музыкальном театре готовятся к гала-концерту. Сегодня у нас в гостях ведущие солистки, заслуженные артистки Кубани. Гульнара Низамова и Наталья Арзяева. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, раскрывайте секреты, что же ждет зрителей, в каких образах вы представите, что публике подарите. Ну, закрытие, это, конечно же, такое некое подытоживание того, что у нас прошло за весь сезон. И выбраны самые, наверное, яркие номера нашего сезона. Конечно же, это премьера «Моя прекрасная леди». К сожалению, сегодня исполнители главных ролей этого мюзикла не смогли подъехать, потому как у них сейчас, кстати, идет репетиция, а завтра спектакль. И, думаю, билеты еще есть, можно приобрести. Потом у нас идут номера, наверное, Гуля, ты скажешь, да, это оперный фестиваль, который у нас прошел. Да, у нас недавно только прошел оперный фестиваль с большим успехом. Был потрясающий галоконцерт, и несколько номеров в концерте закрытия сезона будут из этого галоконцерта. Затем у нас был потрясающе яркий проект, это «Леди поют любовь», в котором участвовали одни и только самые прекрасные девушки нашего театра. И мы пели прекрасные композиции и советского периода, советских композиторов, и зарубежных композиторов, джазовые композиции в сопровождении и нашего симфонического оркестра, и биг-бенда. И в нашем галоконцерте прозвучат композиции из этого прекрасного концерта «Леди поют любовь». Да, вот в частности у меня как раз-таки будет номер песни «Город влюбленных» Вадима Гамале. Это как раз-таки репертуар Анны Герман. Ну, естественно, для меня это самое, наверное, такое вот душевное пение, то, что проникает. И хотелось бы донести стилистику и вот этот аромат той эпохи, потому как она мне близка. Это моё детство, и мама напевала очень часто эти песни, и всегда хочется вернуться в тот период, где тебе хорошо, легко, беззаботно. И вот эти песни именно отправляют нас туда, и соприкоснуться с творчеством таких легендарных певиц, там, Анна Герман, Валентина Толкунова, «Помогай». Алла Пугачёва, да. То есть это всё то, мне кажется, отправляет к каким-то корням, к эстетике такой правильной. Какие тексты, какая музыка. Ну, в общем, приходите, мы будем рады видеть на заключительном концерте. А сложно было эти композиции готовить? Ну, мне кажется, что вот волнение было такое, знаете, мы не перед каждой оперой так волнуемся, как мы волновались. Ну, я имею в виду, не с точки зрения исполнения, наверное, как раз вот передавать вот ту эпоху, вот тот посыл. Сложно, всё равно сложно, потому что там очень хорошие тексты, очень глубокий смысл. И вот, понимаете, всегда есть ощущение, что тебя будут сравнивать, сравнивать с оригиналом. И нужно найти своё, обязательно своё, иначе ты не донесёшь это просто зрителю. И мне кажется, что у нас у всех получилось это. Ну, да, в общем-то, получилось, потому что, наверное, мы все очень по-другому самобытные, и получилось по-своему. Может быть, совершенно не так, как это должно быть, но так, как вот в нашей органике, в нашей природе. И, в общем, это дошло до зрителя. Был, по-моему, один из самых успешных проектов этого года. И тепло принимали, очень тепло, и вот такая какая-то обмен энергии зрителя, мы зрителям. И мы повспоминали какие-то из кинофильмов были песни, это сразу ассоциируется с образами. В общем, эксперимент, мне кажется, был удачным. И спасибо Александру Викторовичу Мацко, который это придумал, и который, вы знаете, он с нами как-то пошёл на контакт. То есть ваше предложение принимал? Да, он услышал наши предложения. Хотя, конечно, потом были поиски какие-то, ну, что-то мы брали, что-то отметали. Вопрос, наверное, ещё и был именно в оркестровках для того, чтобы... Аранжировка, да, в аранжировке. И спасибо большое, конечно, нашим дирижёрам. Это отдельный, огромный, огромный труд. Спасибо Денису Ивенскому и Ле Филиппову. Это просто колоссальная была проделана работа. И как они в короткий срок, да, это всё сделали, причём очень качественно. Ну, я хочу сейчас попросить всё-таки, чтобы вы зазвучали, услышать хотя бы маленький фрагментик того, что будет. Ну что, Гуля? Вы хотите услышать из «Леди поют любовь»? Тогда лучше к Натаже. Камень, ножницы, бумага. Ну давай, раз у тебя очень яркий будет в первом отделении номер, я думаю, ты сможешь заинтриговать нашего зрителя. Ну давай, на итальянском, да ещё такой текст. Я давно мечтала спеть, так сказать, Серсуэлла Гименеса, «Тарантула». «Ля Тарантула» — это комическая, но с огромным философским смыслом песня про Тарантула, про паука. И в этом году, на концерте, посвящённом Новому году, я спела эту песню впервые. Сейчас я её попробую исполнить. Наташа трихий смысл офменутый час. «Ля Тарантула, на бичу ому малон, на кем que тыatter на пау, ке куэсэмээдэ порто лориен кони, сон – мау малина с у пика, сонэ. Ай, ма-э-стой малитом, ма стей трондо у нон су-оурэ, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что поправили Для него будет особый сюрприз Мы ждем Все, до встречи Такими сегодня были новости культуры Оставайтесь на Кубань24